Ну что, рыбка наша потушилась, пора обедать уже. Девочки, я в комнату захожу, мне прям так нравится, вот как-то необычно что-то. Я уже тележку набрала, но это еще не все, еще овощи надо. Как вам такой ужин, девочки? Вы бы отказались от такой красоты? Всем доброе утро, мои хорошие. Девочки, сегодня у нас вторник, сегодня день взвешивания. Я сейчас решила, что я буду взвешиваться по вторникам. Ну, я решила уже это в самом начале. Так как я начала во вторник худеть, значит, все. Ну, за первую неделю, я вам скажу, я сбросила, конечно, больше. А за вторую неделю я сбросила 800 грамм. Но вообще, если быть точной, я в пятницу перед тем, как ехать, вернее, в субботу перед тем, как ехать к дочке, я взвесилась на всякий случай, думаю, посмотрю, сколько. И вот такой вес, который сегодня у меня был еще в субботу. Ну, у дочки я там для ребенка жарила оладушки, попробовала там какой-то рогалик с творожком вкусный. Ну, в общем, где-то я немножко там в диете согрешила. Ну, теперь я просто буду знать, что не надо этого делать. Вот. По поводу воды, кстати. Вот мне в комментариях часто пишут, что надо пить воду, надо пить воду, девочки. И сколько воды? Кто-то пишет, это нужно вес разделить на 20. Ну, девочки, есть люди, которые, допустим, весят, скажем, там, 150 килограмм, да, но разделить на 20. Вы представляете, это сколько надо ведро воды в день пить, вы что? Это много. Ну, по себе хочу сказать, мне врач говорила, что нужно, вот когда я худела, что нужно пить 2 литра в день чистой воды, имеется в виду, не считая чай, кофе, соки всякие, этого не считая. Просто воду, 2 литра воды в день. Ну, если посчитать такой день-деньской, знаете, это примерно получается где-то стакан в час. Но на самом деле я хочу сказать, что вот когда я привыкла тогда пить 2 литра в день, оно, само собой, у меня уже туда как-то вот раз пить захотелось, или вспомнила водичку раз, стаканчик выпила. Когда вот так вот просто вот без диеты, без всякой, да, ну, бывает, что меньше употребляешь воды, бывает литр, там, полтора. Но, с другой стороны, врачи говорят, насиловать себя не надо. То есть через силу, если то, не надо. Всё, что через силу, оно идёт уже не на пользу, а во время. Вот, так что желательно, конечно, 2 литра, потому что это будет всё промываться из организма, будет всё лишнее, не нужно уходить. Да, и ещё, что я тоже раз в 2 недели говорила вам, буду я мерить свою там талию, да, но у меня талии на 2 сантиметра стало меньше. Я сама чувствую, что мне где-то вот немножечко как бы вот бока и живот чуть-чуть спали, да. Ну, понятное дело, что, в общем-то, получается, за 2 недели, вот за 14 дней точно, да, я сбросила 2 килограмма 600. То есть 2,5 килограмма, считай, 5 килограмм в месяц, если вот в таком темпе, да, то это, в общем-то, нормальный сброс идёт. Это даже больше нормы, потому что, как считают врачи, что вообще женщинам сбрасывать больше 2 килограмм в месяц вообще вредно. Мужчинам можно 4 килограмма сбрасывать, а женщинам 2 килограмма в месяц. Ну, и то я худею даже быстрее, чем, как говорят врачи, чем полезно, да. В общем, заволтала я вас, наговорила кучу всего. В общем, короче говоря, девочки, всё, что я ем, я ем правильно. Самое главное, не нужно себя баловать плюшками, вот и всё. На сладкое меня не тянет, мне там советуют всякую, всякую. Но меня на сладкое не тянет, и я как-то спокойно к этому отношусь. Хотя, вот, я решила в ближайший заказик Фаберлик заказать себе там такие вот батончики. Я у дочки увидела, и Денечка их кушает, вот знаете, как прессованные такие фрукты всякие разные. Ну, и оно там без сахара идёт. Ну, такие батончики надо, чтобы они как бы были в доме, знаете. Потому что бывает, что раз-раз не хочется, не хочется сладкого. И одно раз бывает, что-то захочется, и не знаешь чего. Вот вроде бы как есть не хочется, а что-то хочется вот поточить, что-то пожевать хочется. И вот такой батончик под рукой раз, пожевал, и, в общем, там ничем на свой вес никак не навредило. А с другой стороны, там всё-таки фрукты, это какая-то польза, какие-то витамины, и всё это без сахара. Ну, в общем-то, я их закажу. Вернее, я их уже заказала, они скоро будут. Вчера я была выходная, ничего не снимала, отдыхала. Я вчера, девочки, потушила капусту. И, как раньше вам показывала, капусту тушёную делала с колбасой. Колбасой сейчас не покупаю. Я просто сварила индейку кусочек, порезала кусочками, вместо колбасы туда положила просто индейку. Вот с капустой тушёной вчера это ела. Поела, сначала сделала это дело на обед, поела. А потом вечерком мне опять захотелось капусты. И, в общем, то же самое я съела на ужин. Так что, я считаю, что, в общем, получается, это овощи, капуста это овощи и с мясом. То есть, углеводов никаких зато у меня не было. Но, правда, пару кусочков хлеба от рубного я съела. Я сейчас снизила количество хлеба. Раньше в день я ела хлеба больше. Сейчас, если у меня есть возможность без хлеба поесть, то я ем без хлеба. Ну, а если хочется хлеба, то тогда чуть-чуть. Просто по чуть-чуть его кусать, и как бы кусочек хлеба можно растянуть на целую порцию там какой-то еды. Вот. Но сегодня я решила устроить себе рыбный день. И я сейчас вот разморозила хек. У меня замороженные в морозилке был хек. Вот такие вот небольшие кусочки. Было вот там три кусочка. Я их три тушки маленькие такие. Вот. Я их разморозила, порезала такими кусочками по три сантиметра примерно. Одну морковку, одну луковицу. Томатную пасту нужно. Немножко растительного масла, чтобы вот это вот овощи сначала потушить. И у меня в рецепте, в том, который я тогда делала в прошлый раз, я туда не ложила болгарский перец. А сейчас я решила, что это будет рыба как с подливкой и с овощами. И я туда еще хочу болгарский перец положить. Пусть у меня будет вот такое, знаете, оно будет как, как типа, ну не лечо. Это лечо не то слово. Оно было бы как лечо, если бы там не было рыбы, да. Но я просто буду это делать с рыбой. Я эту рыбу буду тушить вот в этой томатной подливе с овощами. В общем, сейчас я вам все покажу. Вот такое количество у меня рыбы. Я уже ее посолила немножко и немножко специй для рыбы сюда добавила. Пока ее оставлю в стороне, пусть немножко постоит. И вот сейчас на крупной терке я должна потереть морковь. Я взяла большую морковь и большую луковицу. Луковицу просто миленько порежу, а морковь на терке крупной потру. Понадобится еще 2 столовые ложки томатной пасты. Но она мне в морозилке была, сейчас немножко отойдет и все. 2 столовые ложки томатной пасты на стакан воды. Ну вот пока сейчас я это подготовлю, потом вернусь к вам дальше. Я включила сковороду. 2 столовые ложки растительного масла, ну примерно вот на глаз я вот так вот делаю. И отправим сюда лук порезанный. С луком жарим примерно 1 минуту, ну можно сказать потушим. И добавим туда морковь. Но так как я замороженный болгарский перец решила добавить, то я думаю морковь вместе с болгарским перцем положу одновременно. Мы не жарим, мы тушим, поэтому поджаривать не надо. Все это чуть-чуть потушили. Сейчас я сначала болгарский перец вот так положу. Так как он замороженный, сейчас ему немножко дам. Вот так, пусть побольше будет. Чуть-чуть сейчас отойдет. Чтобы быстрее отошел, прикроем все это морковь. Морковь все это. Вот только морковь. Я все это перемешаю и минутки-две еще потушу. А потом залью томатом. И нужно залить еще сметаной столовая ложка на полстакана воды. Если сметана жидкая, то можно ее там не разбавлять особо. Но я вместо сметаны залью йогуртом. Питьевой йогурт натуральный, без всяких добавок. Овощи тоже можно немножко посолить. Можно поперчить, если хотите. Ну, я чуть-чуть присолю, потому что сладкие овощи. Можно посолить томат, как хотите. Вот у меня уже овощи смягчились. Я думаю, можно уже залить томатом. И пусть оно все тушится. Прекрасно будет тушиться. Вот стакан томата. Это уже с водичкой. И активия питьевая. Вот сюда я тоже этот же стакан налила. Пол стаканчика. Сейчас мы все это хорошо перемешаем. И тогда туда можно будет положить рыбу. Рыбу можно обвалять в муке. Можно не обваливать. Я один раз делала, обваливала. Другой раз не обваливала. В общем-то особой разницы я не почувствовала. Поэтому я, так как я худею, мне лучше муки, вот это мучное, поменьше употреблять. Поэтому я обваливать не буду. Ну и все, девочки. Теперь можно убавить немножечко мощность, чтобы оно не сильно кипело. И я отправляю сюда рыбу. Минут 10-15 с одной стороны она потушится. Потом надо будет ее перевернуть аккуратненько. И еще так же минут 10-15 с другой стороны потушить. Ну так как она у меня тонюсенькая, я вот так вот ее положу. Вот так, вот так. Вот, собственно, и все. Сейчас я накрою крышкой, еще немножечко убавлю мощность. Желательно, чтобы она наполовину туда скрылась. Это в зависимости, конечно, от толщины рыбы. Ну что, посмотрим. Прошло 10 минут. Что у нас тут? Тут у нас все прекрасно. Девочки, так как рыба всегда она дает какой-то запах, я все-таки решила добавить сюда лавровый листик. Немножко сушеного укропа. Просто возьму, так посыплю чуть-чуть и все. И чуть-чуть перчик. Хочется от стенок вот так немножко отодвинуть. Сковорода широкая. Чтобы оно здесь все тоже очень хорошо тушилось. В общем, я эти рыбки уже сейчас переверну. Вот так вот, раз. Ближе к центру вот это подвину и все. И пусть тушится дальше. Ну, еще минут 15. Ну, вообще, смотрите на ваше усмотрение, сколько тушить. Это уже можно будет кусочек взять да попробовать. Все, закрываю крышкой опять. Ну, что, рыбка наша потушилась. Пора обедать уже. Ну, вот у меня сегодня такой вот обед, девочки. Рыбка с овощами, с морковочкой, с ручком и с перчиком. Я думаю, все будет очень прекрасно, вкусно. И один кусочек хлебушка. Ну, может быть, полтора. Полтора я съем сейчас и полтора я съем потом. И все. Овощей побольше надо прямо сейчас. Раз я гарнир не буду, можно, конечно, и с гарниром, кому нравится. Но я сейчас углеводов хочу есть поменьше, а гарнир это все углеводы. Пусть будет лучше побольше у меня овощей. Вот так вот. Вот такое вот блюдо прекрасное. Девочки, обед у меня был вкусно, замечательно. Сейчас я вам хочу показать, что я собираюсь кушать на полдник. Я беру одно яблоко. Ну, бывает, если есть еще груша там или банана кусочек можно добавить. В общем, порежу кубиками в тарелочку. Вот такую пачку творога я делю на три части. Вчера вот одну часть небольшую я съела. Сегодня еще одну. Треть я съем. То есть, заливаю я вот это все обычной активой. Простой йогурт, без всяких наполнителей. И, в общем-то, без сахара все это я ем прекрасно. Вот такой полдник. Хороший, замечательный, полезный полдник. Доброе утро, девочки. Вчера мое видео закончилось на том, что я вам показала, что я буду есть наполнник. И все. И больше я ничего не снимала. Ну, потому что я уже вчера ничего не делала больше. На ужин я поела. Капуста у меня еще оставалась. И два вареных в смятку яйца. Ну, вчера мне хотелось еще немного отдохнуть. Сегодня уже я набралась сил. И все-таки решила сделать то, что я собираюсь сделать. С утра, пока у меня есть силы, сейчас начну. Мне нужно сделать уборку небольшую, пропылесосить, пыль повытирать, поубирать. Ну, в общем-то, у меня не бардак, конечно, но хотела уже давно сделать уборочку, потому что нужно подготовить комнату уже к предновогодним таким украшениям. Нужно уже, пора украсить комнату. Вообще, я помню, раньше мы украшали перед Новым годом где-то дня за два. Ставили елку, но ставили елку настоящую. Они тогда и недорого стоили. И, в общем, было место в квартире, где можно ее поставить. И я просто помню, ужасно, конечно, было, когда ее убирать. Потому что ставили перед самым Новым годом, чтобы она как-то достояла до Старого Нового года. И после Старого Нового года уже ее выбрасывали. Но я помню, иголки эти были повсюду. Иголки приходилось выметать. Но сейчас уже в моде искусственные елки ставить, чтобы уже не заморачиваться с этими иголочками. Конечно, нету запаха вот такого, знаете, хвойного. Но уже к этому привыкли. Ну, у меня небольшая искусственная елочка. Если кто-то помнит с прошлого года, я ее покупала вот такую вот. И вот она у меня стоит в уголочке, там, где я обычно снимаю. Ну и какие-нибудь гирлянды, украшения. В общем, нужно все это будет достать и повесить. Но украшать елку я сегодня не буду. У меня сегодня, скорее всего, на это сил не будет. Но это уже будет отдельным видео снято. А сегодня у меня по планам уборка. Нужно сходить в магазин, купить продукты. На обед у меня еще есть рыба, которую я приготовила вчера. Ну, а на ужин надо будет уже что-то приготовить. В общем, посмотрим, на что сегодня у меня хватит сил, что я сегодня успею сделать, то я сделаю и сниму вам. На улице, девочки, такая пасмурная погода. У нас уже третий день. Вчера вот гляну в окно. На улице так сиро, как темно, знаете, как будто вечер, целый день такая. И ветер сильный завывает. Тут хлопает у меня вытяжка. Хлоп-хлоп туда-сюда. В общем, такое не было желания никакого выходить на улицу. Я уже вчера это оттягивала, оттягивала. Думаю, ладно, такого срочного прям ничего нету. А вот сегодня уже все. Хлеб закончился, еще что-то закончилось. Нужно будет идти в магазин. Ну, ладно, не будем время терять. В общем, кофе допиваю и начинаю уборочку. А чтобы убирать мне было весело, я включу сейчас какую-нибудь веселую музыку, чтобы она меня подбадривала. Я помню всегда, раньше, когда я какую-то уборку такую затевала, я всегда включала какую-нибудь веселую музыку, чтобы, в общем, под музыку было это все делать веселее. Субтитры сделал DimaTorzok Люблю, когда вот так вот все чисто, красиво, прямо само приятно. И прям сразу воздух свежий стал. Пропылесосила, все, нигде пыли. Вот теперь мне нужно еще подумать, что сделать вот с этой стеной. Что-то мне хочется тут поменять. Подушки нужно найти, куда припрятать. Потому что елочку я буду ставить вот сюда, на спинку дивана этого. А подушки девать некуда. И вот что-то с этой декорацией нужно мне придумать. Сейчас буду думать. В общем, девочки, что я вам хочу сказать. Сменила немножко декорации. Чуть-чуть как-то что-то поменяла. Вот этот баннер мне отдала дочка. Мне он понравился. Она на это место, где у нее висело, в зеркало поставила. Вот. Ну, в общем, как чистый лист. Вот белую стеночку я освободила немножечко. И светлая покрывала вот сюда постелила. Мне, в общем-то, нравится. Как-то так довольно-таки интересно. Ну, во всяком случае, по-другому все стало. И уже можно эту стенку украшать. Ну, я думаю, что с левой стороны, там, где баннер висит, я, может быть, сильно украшать не буду. В основном елочку повешу, поставлю от сюда наверх. Как я это делала, в этот уголок. И, в общем, белая стеночка. Здесь какие-то украшения сделаю. Ну, и также я окно украшу. У меня еще есть там звездочки, там всякие снежинки, которые наклеиваются на стекло. Вот. Ну, прикольненько, уютненько. Мне прям нравится, здорово. Как-то по-другому стала комната выглядеть. Непривычно мне. Девочки, вышла на улицу я, чтобы сходить в магазин. На улице такой сильный ветер. И пасмурно, и холодно, морозно как-то. В общем, короче, не буду особо снимать. Побыстрее, побыстрее. И быстрее нырну в магазин. Девочки, мюсли у нас сегодня по акции 69,99. Я обычно всегда вот эти мюсли брала. Но сегодня я возьму эти, эти. Раз они уже со скидочкой, надо все попробовать. Может, что-то есть вкуснее, а я об этом не знаю. Я уже тележку набрала, но это еще не все. Еще овощи надо взять. Все, девочки, пришла домой. Набрала так набрала. Как всегда, полные сумки. Ну, давайте я вам покажу, что я там купила. Ну, вначале я вам покажу. Мясное молочное, что я взяла. Вот это вот морские продукты. Одна классическая, а другая идет со сливочной, чесночной. Но они по акции, они хранятся долго. Я взяла их сразу две штуки, пусть они у меня будут. Ну, и также вот этот йогурт активия, который я просто везде добавляю, вместо салата, вместо сметаны добавляю. И так пью, как йогурт, как кефир. В общем, мне это нравится. Творог 5% беру или 2%. Ну, чтобы не сильно жирный был и не постный. Потому что от постного нету никакой пользы. Ну, обычно я всегда беру вот это масло, 72%. Красная цена, мне оно нравится, состав хороший. Все, там меня устраивает. Взяла яйца. Мясные продукты, вот такие, которые охлажденка, я обычно смотрю не по акции, а смотрю по свежести. В общем, срок годности, чтобы она была свежая. Ну, вот это самое свежее, что я взяла. А вот это вот индюшиный фаршик, я хочу из него сделать какие-нибудь шарики, я не знаю, там. Ну, что-нибудь придумаю. Может, котлетки какие-нибудь на пару, что-то такое легкое. Вот, девочки, не удержалась. Колбасу я сейчас не беру. Но вот эта лопатка фермерская, и она, в общем, без добавления, без ГМО. Я смотрю, жира тут нету. В общем, она такая постненькая. И я думаю, иногда можно чуть-чуть себя побаловать. Пусть будет. Форель тоже вот свеженькая, и тоже по акции, в общем, взяла. Потому что рыбу надо есть. Но такую морскую рыбу, которую я делала, вот, например, не особо люблю я ее жареную, там никакую. А вот это вот бутербродик съела, и вроде как рыбку поела. Замечательно. Вот такой легкий сыр я взяла, и решила попробовать, девочки. 35% жирности здесь. И, кстати говоря, я брала в прошлый раз сыр 15% вот такой вот. Я его уже второй раз брала, и, в общем-то, меня он устраивает. Конечно, он не такой прямо вкусный-вкусный, как обычный жирный сыр. Но, тем не менее, мало жирности. А сыр, кто любитель сыра, кто без него не может, в общем, это вполне неплохая так себе замена. Ну, вот этот легкий еще хочу попробовать. Овощи и фрукты, девочки. Ну, вот видите, я люблю вот так сразу, знаете, затариться, чтобы у меня был запас. Потому что не люблю часто ходить в магазин. Ну, из фруктов бананы, груши, яблоки, мандарины, виноград. А из овощей капуста свежая, квашеная. Квашеная по акции была. Ну, лук и морковь мытая. Потому что не мытая морковь там плохая была. Я взяла такую. Много чего из продуктов вообще идет по акции. Поэтому я вообще люблю брать по акции. Кроме мясного. Потому что мясное, как я сказала, я смотрю там, акция не акция. Главное, срок годности, когда изготовлено и когда срок годности заканчивается. Ну, вот теперь, девочки, я хочу сказать, вот фрукт, видите, я набрала разные. Теперь фруктовые салатики можно делать. И вот, если у кого-то какой-то перекус, чем какие-то печенюшки, лучше фруктики покушать. Ну, вот. А из бакалии я взяла батон отрубной. Вот эта вот каша овсяная, я всегда ее беру. Она мне нравится. И, в общем-то, у нее цена такая небольшая. Я считаю, на 10 пакетиков. 89,90. Нормальная цена. А вот эти мюсли, конечно, 69,90, они сейчас дешевле, чем обычно. Ну, обычно 100 рублей стоят. Сейчас 70, можно сказать. И я всегда брала вот с орешками вот эту. А теперь вот новенькую я увидела, вот эту с тропическими фруктами. Ну, а с яблоками я просто не брала. Как-то, не знаю, выбирала одну. А сейчас думаю, да возьму я их все, раз они уже все по акции. Попробую. Надо все попробовать. Может, что-то мне понравится другое. Не с орешками, а что-то другое. Ну, вот и все. Разобрала сумки все. Девочки, я в комнату захожу. Мне прям так нравится. Вот как-то необычно что-то. Что-то новое, что-то свежее. Но это же классно, это здорово, да? Вот. И у меня календарик. Один календарик на рабочем столе я там поменяю. Где у меня возле рабочего места висит. И попозже чуть-чуть поменяю еще второй календарик, который висит у меня в коридоре над печкой. Мне здесь нравится. Это я брала в каком-то канцелярском магазине. Мне здесь нравятся, во-первых, крупные такие цифры. Видно их хорошо издалека. И вот эта штучка тоже, которая бегает, мне тоже вот это нравится. Вот. Ну, это я повешу сейчас. А остальное все буду делать потом. Наряжать комнату буду уже завтра. Но не сегодня точно. Сегодня я уже что-то принесла в сумке. И мне нужно немножко отдохнуть. Решила я на ужин приготовить вот из индийского, из индийского, говорю, фарша. Фарш из индейки. Здесь 450 грамм. Хочу сделать котлеточки, что-то на вроде этого. И покушать с салатиком. В общем, сейчас буду ваять. Девочки, я измельчила лук и зелень. Сюда добавила одно яйцо, соль, перец. И, пожалуй, на все. Так. Ну, а теперь я все это перемешаю. Немножко хочу обжарить на сковороде. И потом потушить еще. Просто я боюсь, что если я не обжарю немножко, они рассыпятся. Так бы я, может, и не обжаривала. Ну, сковороду смажу чуть-чуть маслом, конечно. Фарш такой, для меня он как бы жидковатый. Ну, посмотрим, ладно, что получится. Должно быть, главное, вкусно. Я все-таки решила сюда, девочки, добавить кусочек хлеба. Ну, хлеб у меня свежий. Я просто хочу, чтобы он влагу в себя вовзял. И чтобы фарш не был таким жидким. Сейчас хлеб там размятнет. И уже будет тогда, наверное, погуще. Все, сейчас подожду чуть-чуть. И будем делать. Ну, вот такие славные, миленькие у меня котлеточки получились. Сейчас немножечко осцениться, буду пробовать. Как вам такой ужин, девочки? Вы бы отказались от такой красоты. У меня очень интересуют котлетки вот эти из индейки. Хочу попробовать котлеточку. Очень вкусная и очень сочная. Ну, все, буду кушать. Все, уже хочу есть. Ну, вот и подошел сегодняшний день к концу, девочки. Котлеты у меня получились нереально вкусные. Надо будет как-нибудь еще раз это самое повторить. Не знаю, почему они такие вкуснючие получились. Наверное, потому что, может быть, я за котлетами соскучилась. Но на самом деле, прямо действительно, я не ожидала, что они настолько получатся вкусными. Может быть, потому что зелень туда чуть-чуть добавила. В общем, не знаю, почему. Но я с индейкой как-то котлеты раньше не делала. Обычно я делала всегда свиноговяжий фарш. Сама молола. И получались вкусные. А эти вот вкусненькие еще и нежные, еще и сочные. Кто-то может, конечно, сказать, что вы пожарили котлеты. Если вот на диете жареная нельзя. Я знаю, девочки, это прекрасно. Но хочу сказать, иногда можно давать себе такие легкие послабления. Видите, я же не свиноговяжий взяла, а идейку сделала. Ну, и потом я буду котлеты жарить нечасто. Но изредка можно себя, конечно, чем-нибудь побаловать вкусненьким. Ну, например, котлетками, да? Если кто-то очень любит котлетки. Я думаю, что я люблю их очень больше всего на свете. Ну, а на этом, девочки, я хочу видео сегодняшнее завершить. Потому что сегодня был насыщенный день. И завтра у меня тоже по планам, в общем, много планов на завтра. Но это будет уже другое видео. А я с вами хочу попрощаться. Кому видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok